С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как комментируют события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдёт об атаках на российскую территорию и о премии «Оскар» для фильма «20 дней в Мариуполе». В последние дни территория России постоянно подвергается атакам. Россияне, которые воюют на стороне Украины, отряды, которые называют себя «Легион свободы России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон», сообщили, что пересекли границу России и ведут бои в Белгородской и Курской областях. Они публиковали видеоролики, в которых утверждали, что уже захватили или, по их словам, освободили отдельные сёла, а российские войска бегут от них, сверкая пятками. В том, что внутри России вооружённые отряды могут почти не встретить сопротивление, не сомневается публицист Иван Яковина. Рейд Пригожина, помните, Евгений Пригожин, начальник ЧВК «Вагнер», бывший уже, показал, что вдали от линии фронта в России практически отсутствуют войска, и там можно продвинуться вглубь российской территории безо всякого сопротивления. То есть, если бы удалось прорвать линию фронта в районе Брянской области, Орловской области, Курской области или Белгородской области, то дальше до Москвы можно было бы дойти прямым просто торжественным маршем, не встречая вообще никакого сопротивления, а по пути люди забрасывали бы идущие колонны цветами. То есть, я думаю, там будет нанесён удар, но почему-то его нанесли в южном направлении на Азовское море. Ну, ладно, как говорится, я не генерал, не мне решать. Но, тем не менее, вот сейчас мы видим эту ситуацию, и несмотря на то, что силы, атакующие вот эти русские добровольческие корпусы, легион свободы России и сибирский легион, если не ошибаюсь, они, ну, в общем, довольно маленькие, всё равно они довольно быстро идут вперёд, добиваются успехов и забирают под свой контроль целые населённые пункты, освобождая, скажем так, территорию России от путинского режима. На мой взгляд, это очень круто, и вообще говоря, в этом направлении следовало бы работать более активно. Но в целом украинцы, которые обычно критично воспринимают действия российской оппозиции, впервые желали россиянам удачи и высказывались в духе «можете ведь, если захотите». Тарас Березовец. Очень советую воспринимать ситуацию с началом операции РДК и ЛСР спокойно и не выдавать желаемое за действительное. Оценить эффект от этой операции можно будет только впоследствии, а не сейчас. И оценивать нужно через много фильтров, достигнутые цели, долгосрочное закрепление на позиции, резонанс в соцсетях и так далее. А пока желаем успеха, удачи и достижения целей патриотам России, которые борются с кремлёвским режимом. Роман Паков. Не нужно же объяснять, что сегодняшние бои русских добровольческих подразделений против путинцев на территории РФ, сегодняшние удары по нефтебазам и зданиям администраций – это и есть единственный адекватный ответ и на смерть Навального, и на военные преступления, и на аресты, и на гулаговские сроки, и на надвигающийся фарс выборов. Или всё ещё нужно это объяснять и доказывать? Российская Минобороны отрицает, что диверсантам удалось пересечь границу и утверждает, что уничтожила большое количество живой силы и техники. Но и эти слова многие комментаторы не готовы принимать на веру. РДК, ЛСР и Сибирский батальон тем временем опубликовали совместные заявления, в котором предложили жителям Белгорода эвакуироваться из города, прежде чем по нему откроют огонь. Возможно, цель этих операций в том, чтобы отвлечь на эти участки границы какие-то подразделения армии, рассуждает военный эксперт Ян Матвеев на канале «Популярная политика». Прежде всего для привлечения внимания и для отвлечения сил. То есть это во многом психологическая операция, и тут гораздо большую роль играет информационное сопровождение, те кадры, которые запишут и так далее. Ну и второе – это все-таки отвлечение внимания конкретных сил. Мы знаем, что Белгородская область еще с времен прошлых прорывов должны оборонять кадыровцы. Пока про них ничего не говорят сейчас, но и в те разы отправляли подразделения регулярной армии. Соответственно, сейчас, видимо, тоже будет кто-то переброшен, если вот этот весь процесс продолжится непонятно. Произошел ли полноценный прорыв, идут ли конкретно бои. Сейчас выкладывают кадры, где вроде бы как российские солдаты в Теткино, они вроде как отступают. Там совершенно ничего невозможно понять, чьи солдаты где. Но так или иначе что-то происходит, какая-то активность, какие-то столкновения. Соответственно, российское командование будет вынуждено принимать какие-то меры. Опять-таки, может быть временно, может быть на больший срок будут переброшены туда некоторые подразделения. Усилена оборона границы. Соответственно, все это ослабит фронт или лишит фронт дополнительных резервов. Потому что, естественно, в такой большой войне нет никаких лишних войск, которые стоят без дела. Их можно спокойно туда-сюда перебрасывать. Легион «Свобода России» объяснил свои рейды желанием освободить русских от нищеты и страха. Но у многих комментаторов все это вызывает скепсис. Федор Крашенинников. Интересные методы освобождения от страха и нищеты. Забегать с территории Украины, делать фото, публиковать заявления с кучей громких слов и убегать обратно. Все это называется освобождение. В приграничной области России еще после прошлых рейдов нагнали дополнительные армейские подразделения. Поэтому эффект от этих налетов может быть разве что пропагандистским. Комментирует на своем канале журналист Майкл Наки. Это имело бы смысл, если бы у России была критическая ситуация на каком-то из фронтов. Например, там идет операция в Харьковской области. И вот тогда параллельно заход на российскую территорию. Но опять как бы его можно было сделать. Потому что на тот момент Харьковская область как раз была под контролем России. Именно с Харьковской области идет заход на территорию России. Вот через Белгородскую, например. Ну и так далее. Короче говоря, пытаться в моменте оттянуть российские силы с точки зрения того, чтобы вот там на другом участке создать кризис. То есть понятная стратегия. Стратегия делать это, когда кризиса по большому счету нет у России ни на одном участке в данную секунду. Непонятная стратегия. Поэтому, конечно, наверняка здесь многое заложено на такой пиар-эффект. Опять же в преддверии выборов, которые вот уже, ну выборов в кавычках, да. Но тут проблема опять же с тем, что эти выборы не выборы. Поэтому как бы это не может на них серьезно повлиять ни в каком виде. Потому что там нет там подсчета и все такое. Поэтому конечная цель вот этого не очень понятна. Возможно, цель в том, чтобы подпортить Путину пропагандистскую картинку перед выборами. Пишет редактор «Репаблик» Дмитрий Колизев. Нет сомнений, что эта активность в СССР носит предвыборный характер. Если русским частям в СССР вновь удастся захватить какой-то кусок российской территории и удержать его до конца недели, то благостная для Путина предвыборная картинка будет подпорчена. Как же так? По телевизору говорили, что Россия побеждает, а тут такое. Телеканалы об этом, может, и промолчат. Но по соцсетям и телеграм-каналам все равно что-то разлетится. Вполне возможно, что в ближайшие дни последуют и другие неприятные для Кремля сюрпризы. Одновременно с атаками на границы территории России атаковали многочисленные беспилотники. Их засекли в том числе в Московской и Ленинградской области. Россияне должны помнить, что их страна ведет военные действия. А поэтому они не могут чувствовать себя в безопасности. Комментирует журналист Кирилл Набутов. На канале «Ищем выход». Украина очень мало сил. И таким образом, отправляя беспилотники, неважно откуда, неважно какие, Украина посылает сигналы и старается добиться того, чтобы у россиян было меньше чувства безопасности. Ты можешь сидеть возле Зимнего дворца, но не быть уверенным в том, что по дороге домой случайно не упадет сверху что-то, когда ты поедешь к себе в Купчино или в Калининский район или куда-то ищешь. Собственно говоря, это часть психологической, в том числе и психологической атаки на противника. Ну а если еще удастся что-то взорвать и уничтожить какую-то материальную часть, так и совсем хорошо. Все нормально здесь. Да, это такая сегодня война. Это война дронов. Война изменилась за эти два года радикально. Просто что было два года назад и сейчас, два года назад никто себе не мог представить, что вот мы доживем до того состояния, в котором мы в том числе сегодня. Российские пропагандисты и зад-блогеры пишут, что Украина делает хорошую мину при плохой игре. Борис Рожин. Противник явно запасал дроны на серию атак перед выборами в РФ в надежде как-то на них повлиять. С учетом съемок тикток-роликов на границе Белгородской области, очевидно, что ничего у них не получится. Александр Дугин. Украина давно не совершала таких дерзких вылазок. Киевский режим, а точнее стоящие за ним западные глобалисты, активизировались накануне выборов, а также на фоне новых дискуссий о необходимости помощи Украине, в первую очередь США. Они пытаются оттянуть свой неминуемый конец и показать, в первую очередь скептикам на самом Западе, что Россия уязвима. Потеря Авдеевки уже подействовала на политиков и общества западных стран. Это был болевой удар, который многие восприняли как символ грядущего поражения киевской власти. И чтобы компенсировать свой репутационный ущерб, сторонники вооружения Украины, зачинщики войны и их марионетки в Киеве идут на эскалацию. Не случайно параллельно с атаками украинских беспилотников. Но эффект от атаки беспилотников был совсем не только психологический. Дронам удалось поразить нефтеперерабатывающие заводы в Нижегородской, Ленинградской и Ростовской области, а на следующий день еще и в Рязани. Накануне дроны поразили нефтебазу в Орловской области и Нижегородский НПЗ компании «Лукойл». Это новая военная стратегия, комментирует журналист Сергей Ауслендер. Налеты на российский НПЗ совершенно рутинизировались. Сегодня прилетело по Рязанскому заводу. И стратегия тут ясная и понятная. Сносим нефтянку, создаем дефицит топлива в производстве. Тогда, вероятно, со временем придется это самое топливо завозить. Вот ведь будет какая ирония судьбы. Примерно как с канадской пшеницей после хрущевских экспериментов. Цены на бензин в России уже достигли максимума за полгода. Теперь их будет устанавливать Украина. Иронизирует на своем канале политический аналитик Михаил Шейтельман. И вот уже мы определяем цены на бензин в России. Помните, была такая карикатура, шутка, мемчик, когда у них подорожали яйца. Мы уже забыли про эти яйца, да? Но была же такая история, когда в России стали дорожать яйца. И появился мемчик. Байден подписывает указ о повышении цен на яйца в России. Но вот сегодня уже, безусловно, командование ВСУ может подписывать указы о повышении цен на бензин в России. Смотрите. Один беспилотничек, и у них на 1,4% подорожал бензин по всей стране. Сразу. Это вырывается на... Значит, отпускная еще больше. Да, если вы думаете, что в результате благодаря этому россияне больше заработают денег. Нет. Потому что бензин на экспорт им уже запретили вообще отправлять. Они раньше зарабатывали на том, что экспортировали бензин. Теперь это запрещено. До когда-то там до середины лета, по-моему, как минимум. Потому что мы разбомбили много нефтеперерабатывающих заводов, и им не хватает для себя этого бензина. Не хватает для себя, чтобы пшеничку сеять. А значит, это удары по сельскохозяйственному рынку Российской Федерации. То есть это прямо действенные, настоящие. Вот это ввести санкции против Нижегородского нефтеперерабатывающего завода. Ну а сегодня еще и против Рязанского. Возможно, новая стратегия не вызовет в России топливного кризиса, рассуждает социолог и историк Николай Митрохин. Если дроны ВСУ уничтожают мощности одновременно на юге России и Черноземья и начали уничтожать Поволжье, то система перераспределения может не справиться. С другой стороны, советская, российско-украинская система управления демонстрировала возможности быстрой реакции на вызовы, в том числе в плане ускоренных ремонтов. Напомню, что российские попытки уничтожить украинскую электроэнергетику и нефтепереработку, куда более серьезная, не задались по схожим причинам. Слишком много объектов, сильное ПВО, уничтожающее 85-90% дронов или ракет, невозможность нанесения критических повреждений всему объекту одним-двумя прорвавшимися дронами, относительно высокая скорость ремонта, особенно при наличии запасов запчастей и агрегатов, а главная система перераспределения ресурсов, построенная из расчета на нанесение ядерного удара. В том числе в энергетике, за счет отказа от экспорта в пользу внутреннего рынка. Пусть со сбоями, но в целом они выдерживают ущерб, наносимый этой войной. В том, что заводы будут быстро отремонтированы, есть большие сомнения, говорит журналист Сергей Асланян на канале Ходорковский Лайв. Вся, 100% российская нефтепереработка, она на импортном оборудовании. Российская Федерация не производит оборудование для производства готового продукта. То есть солярка и бензин, она делается на импорте. И если ты в этот завод швырнул какой-нибудь дрон, и он повредил не весь завод, не все сгорело, но одна установка погибла, и у нее там есть парочка хотя бы серьезных повреждений, ближайшая запчасть находится в Америке, в Швейцарии, в Германии. Конечно, купить ее можно, потому что те же самые, мы видим, европейские страны охотно через посредников сотрудничают и поддерживают и кровавый режим Путина, и экономику кровавого режима Путина, но они при этом, конечно, очень стесняются. И Китай, конечно же, остается союзником здесь. Но вот прямо здесь и сейчас мы помним на примере Лукоиловского завода в Нижегородской области, который месяц тому назад получил повреждения, и после этого он не восстановился. Там было всего две колонки. Одну доломали еще в ковид, когда не было запчастей, а вторая скончалась вот только что, потому что, опять-таки, не было запчастей. Ну как так? Посреди Европы такая суперсверхдержава не имеет возможности починить какой-то НПЗ? Не имеет. А потому что нету запчастей. И теперь, когда дрон прилетает и повреждает, неважно сколько, но хотя бы одну сотую производственного цикла рязанского нефтеперерабатывающего завода, он останавливается целиком. Потому что за этой запчастью теперь нужно звонить в Кремль, чтобы Кремль дал команду ФСБ, чтобы ФСБ за рубежом нашло посредников, чтобы эти посредники под видом 9-летних беременных старшеклассниц пенсионного возраста подкрались к кому-нибудь и заключили контракт на закупку специального оборудования и ремкомплектов для неизвестного какого нефтезавода, находящегося, не скажем вам, в какой стране. И после этого своими логистическими коридорами иногда по пластунски через минные поля доставили обратно. Быстро это не произойдет. А топливный кризис уже сейчас. Российское сельское хозяйство уже прошлым летом ощутило на себе эффект войны. И в этом году он может только усилиться, пишет Павел Сюткин на канале «Русская кухня. История». Осенью 2023 года из-за дефицита топлива и резкого роста его стоимости фермеры чуть не устроили перекрытие дорог на юге России. Такого кризиса Россия не знала уже лет 20. Цены, конечно, росли, но тотальный дефицит ГСМ не наблюдался с 90-х годов. Между тем, в последние дни после ударов по российским МПЗ биржевая стоимость топлива неуклонно растет. Кроме того, есть и нефинансовые проблемы. Железная дорога занята военными перевозками, а также резко выросшим потоком грузов из Китая. Перебои с логистикой здесь наблюдаются уже долгое время. Перенаправить большое количество цистерн сразу невозможно. К тому же их недостаточное количество. Остается только гадать, что же будет с топливными ценами весной, к апрелю-маю, когда начнется посевная. А ВСУ продолжат собирать свой урожай взрывов и пожаров. Но кто сказал, что уничтожать промышленную инфраструктуру противника во время войны может только одна сторона? С вами Аля Пономарева и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу. Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова и Наталья Чампаладова. Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах в 21.05. Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Церемония вручения премии «Оскар» традиционно обсуждается в соцсетях. Скорее всего, блогерам хватило бы пищи для разговоров и в этот раз, даже если бы решила только об Оппенгеймере и Барби. Но на первый план вышло важное символическое событие – премия украинскому документальному фильму «20 дней в Мариуполе». Эта премия стала первым «Оскаром» в истории Украины. И режиссер Мстислав Чернов в своей торжественной речи отметил, что предпочел бы не получать эту награду в обмен на то, чтобы Россия не атаковала Украину. С этими словами можно только согласиться, пишет публицист Леонид Невзлин. Действительно, это тот «Оскар», которого лучше бы не было. Но доносить правду о военных преступлениях Кремля необходимо с самых высоких площадок. И я рад, что Американская киноакадемия по достоинству оценила невероятную работу команды, которая сняла эту ленту. Этот фильм выходит за границы документального кино, отмечает кинокритик Антон Долин на канале Александра Плющева. Очень многие говорят, что это такой фильм, ну, как бы не столько художественный, сколько просто журналистский. Я с этим не совсем согласен, потому что мы в нем видим как раз как журналистская нейтральная оптика неизменно превращается в очень личную по ходу проживания этого все-таки совершенно экстремального опыта. Даже для опытного журналистка, который много же бывал в зонах военных действий, не всегда это касается родной страны. И он в конце очень здорово сказал, что кинематограф – это память, а память – это история. В прошлом году документальный «Оскар» достался фильму о Навальном. Команду «20 дней в Мариуполе» поздравила соратница Навального Мария Певчих. Вообще политические документалки редко выигрывают «Оскар». Так считалось всегда, и в прошлом году очень много людей из индустрии рассказывали мне, что в Академии политику не жалуют. Лучше про природу что-нибудь снимите, что-то доброе. Но вот второй год подряд документальный «Оскар» берет политическое кино. Ужасающая правда о преступлениях путинского режима. Я поздравляю команду фильма «20 дней в Мариуполе» с заслуженной победой. Я мечтаю, чтобы Путин заплатил немыслимо высокую цену за тот ад, который он сеет по всему миру. Этот фильм смотреть страшно, но необходимо, говорит на своем канале журналистка Ксения Ларина. Я всячески всем рекомендую, настаиваю просто. Вы-то обязаны это посмотреть. Вот как академики «Оскара» и киноакадемии посмотрели, так и вы. Как посмотрела вся Украина. И я знаю, что Мстислав Чернов и группа, и Евгений Малолетко, и Василиса, они ездят просто с показами, что называется, по всей Европе, по всему миру, показываю эту свою картину. Она очень тяжелая, она очень страшная. Там нет никакой надежды вообще, потому что это «20 дней начала войны». Это фиксация. Как когда-то говорили мои друзья, авторы театра «Дог» Лена Гремина и Михаил Угаров, девиз своего театра «Если не можешь изменить, зафиксируй». То, что сделала группа Мстислава Чернова, она зафиксировала первые 20 дней войны, первые дни оккупации, первые дни осмысления и понимания, что это война, что это полномасштабное вторжение, первые дни бомбежек жилых домов, первые дни ужаса и крика мирных жителей Мариуполя, первые дни убийств мирных жителей, первые дни бегства в подвалы людей, которые пытались спастись, первые дни роддома, который был разбомблен российскими ударами, где оттуда выносили беременных женщин, полумертвых, раненых, где их пытались спасти, где они умирали в муках, в криках. И откуда съемочная группа фильма «20 дней в Мариуполе» уходила после вторжения, когда появились танки с буквой «З» и «БТР» и российские войска вошли в Мариуполь, как их спасали и выводили именно съемочную группу фильма, потому что они несли в себе, несли в себе буквально свидетельство преступления Владимира Путина и его власти. Пропагандисты отдуваются как могут. Сергей Марков. Фильм «20 дней в Мариуполе» получил «Оскара» как лучший документальный фильм. И это настоящий фашистский фильм, снятый в духе Геббельса. Фильм прославляет нефашистский режим на Украине. Фильм распространяет фашистскую пропаганду, в то время как в реальности драмтеатры в Мариуполе взорвали СБУ и не нацистский АЗОВ, чтобы обвинить в военных преступлениях Россию. То фильм прямо повторяет эту фашистскую ложь фашистских преступников АЗОВ и СБУ. Характерно, что получая премию, режиссер завершил фашистским лозунгом бандерцев «Слава Украине». Это аналог гитлеровского «Зиг Хайль». Когда-то Голливуд был за коммунистов. Сейчас Голливуд присягает мировому новому фашизму. Этот фильм разрушителен для имиджа России, комментирует на своем канале Александр Невзоров. По России был нанесен архисерьезный удар, эквивалентный примерно, ну, не менее чем 100 Таурусам. Фильм «20 дней в Мариуполе» получил Оскара. Это очень серьезная победа Украины, и это смертельный позор для России. Позор всемирный. Теперь фильм о том, как русские убивали Мариуполь, как бомбили роддома и театры, как убивали детей, увидит все без исключения человечество. Как это всегда бывает с «Оскаровскими» фильмами. Ведь «Оскар» – это не только за кино, это еще и за документ, за правду и за мужество. Вот то, за что в Российской Федерации дают 8 лет строгого режима с конфискацией, именно за это в мире дают «Оскары» и глобальную благодарность. То, что в феврале, в далеком уже феврале 2022 года начали одиночки журналисты, рискнувшие идти против воли Путина и против русской пропаганды, сегодня, благодаря фильму «Мариуполь», который все обобщил, все собрал, это все превратилось в документ всемирного значения. И от «Мариуполя», конечно, Российская Федерация не отмоется уже никогда. Россия и раньше совершала подобные преступления. Но это вообще ее стиль, это ее смак, это ее скрепы. Но никогда еще русский садизм не был так скруплезно зафиксирован, как в войне с Украиной. Многие хотели бы, чтобы фильм увидели те, кто защищает нынешний российский режим. Давид Ильницкий. За путинцы! Постарайтесь посмотреть фильм «20 дней в Мариуполе», который получил первый «Оскар» Украины. Это буквально документалка, как был стерт с лица земли целый город, как убивали тысячи людей. Документалка о зверствах варваров, которых вы так любите защищать и оправдывать. Поклонникам Путина нужно показывать это каждый день, говорит Виктор Шендерович на канале Ходорковский лайв. Неплохо бы, как платок Фриды, класть это каждое утро, кадры из этого фильма, отдельный сюжет из этого фильма, на ночной столик, россиянам, на ночь и каждое утро. Это надо видеть. Это надо увидеть тем, кто закрывает ладошками, шорами свои глаза, который не хочет видеть, какую катастрофу мы принесли братскому соседнему народу. Какая вина лежит на нас, как на стране, повторяю. Даже если ты не голосовал за Путина и, так сказать, ни в чем буквально не виноват. Это надо бы смотреть прежде всего тем россиянам, которые за войну и которые будут голосовать за Путина. Вот им в оставшиеся дни, каждый бы день, показывать этот фильм. Когда этот фильм покажут по российскому телевидению, желательно в прайм-тайме несколько раз, я думаю, что это будет шок для очень многих. Еще раз. Ведь все-таки не каждый первый чикатило, да, россиянин. Нормальные люди, как говорил Волод, да. Ну, квартирный вопрос испортил. Путин испортил, растлил. Ну, в общем, это люди, и среди них довольно немного людей, которые будут радоваться смерти этого мальчика из фильма, вот этим кадром. Довольно мало этих людей. Остальные небезнадежно, я думаю. Надо начинать. Чем раньше, тем лучше. Другие считают, что жертвам пропаганды уже ничего не поможет. Рудольф Хейдер. «Двадцать дней в Мариуполе» это действительно очень хороший док-фильм. Он есть в общественном доступе. Но беда в том, что его смотрят те, кому и так все понятно, а те, кому надо, смотреть не будут. В этом году многие награды достались фильмам о войне. И это не случайно, отмечает блогер Василий Аленин. Вообще, «Оскар-24» получился военизированным. Сразу несколько картин, получивших призы, так или иначе поднимают военную тему. И «Оппенгеймерс» с атомной бомбой, и «Зона интересов» с концлагерем, и «20 дней в Мариуполе» с военными действиями между РФ и Украиной, и вдохновленная гимном мира Джона Леннона и Йоко Оно анимационная короткометражка «Война окончена», где действия происходят в альтернативной реальности времен Первой мировой войны. А как иначе, если тема конфликта между Россией и Украиной, Израилем и сектором Газа звучала на самой церемонии и на улице? В нескольких кварталах от «Далбе Сеатер» сотни пропалестинских протестующих призывали к прекращению войны Израиля в Газе, вызвав пробки, что привело к задержке с начала москаровского шоу. Неудивительно, что Барби, собравшись самую большую кассу в прокате, получила всего одну статуэтку, и то за песню Билли Айлиш, и не взяла даже ожидаемую награду за лучшие костюмы. Мир воюет, ему не до розового. С вами были цитаты «Свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Российские власти признали «Радио Свободы» нежелательной организацией, но вы можете по-прежнему читать и слушать наши выпуски. Просто помните, что подписываться на них, лайкать и комментировать их теперь может быть для вас небезопасно. До скорой встречи! Студия подкастов «Радио Свобода»